Арифметика проста. Хочешь дешевый полис – не нарушай и набирайся опыта. Но ездить в Ростове – еще то испытание. Впрочем, как и в любом большом городе. Владимир Скородумов – водитель с 18-летним стажем. Гордится тем, что за эти годы ни разу не был виновником аварии. Плоднее поток. Улочки из-за припаркованных машин становятся уже и ездить гораздо сложнее. Даже если ты отъездил без аварии, то не факт, что кто-то не едет так же внимательно, как ты. Так что все равно я считаю, что все возможно. Просто аварии могут быть очень минимальны и не приводят к серьезным последствиям. За безаварийную езду страховщики водители поощряют. По новым правилам расчета полиса ОСАГО, лихачи, которые постоянно фигурируют в аварийных сводках, будут платить значительно больше. Еще дешевле автогражданка обойдется тем, кто ездит без ДТП. Они могут накопить скидку в 50%. Коэффициент бонус-маус теперь будут назначать водителям каждый год. 1 апреля. Эта реформа переводит нас на более точное определение тарифа по конкретному человеку. И это абсолютно правильно. Заставляет всех водителей по-другому смотреть на свое отношение к соблюдению правил дорожного движения. А это значит, что у нас все меньше и меньше с каждым годом на дорогах будут погибшие люди, травмированные люди и другие неприятности. Реформа ОСАГО будет проходить в три этапа. Первым страховщики вводят тот самый 20-процентный коридор для базовых тарифных ставок. Страховка может как подешеветь, так и подорожать на 20%. Меняют и некоторые коэффициенты. Например, возраст стаж вместо четырех ступеней разделили на 58. Такая детальная градация позволит более индивидуально рассчитать стоимость полиса для каждого водителя. Вторым этапом в сентябре отменят территориальный коэффициент. А с начала 20-го года ОСАГО будут рассчитывать без учета мощности двигателя. Если он ездит на дорогом мощном автомобиле безаварийно, то это не значит, что он должен платить за мощность автомобиля. Соответственно, для нас тоже не важно, где он ездит – в большом городе или в сельской местности. Если он ездит безаварийно и ответственно, то какая нам разница, где он ездит и почему мы коэффициентами должны увеличивать его стоимость полиса. Страховые компании установят рейтинги на каждого конкретного водителя по так называемому коэффициенту нарушений. Кстати, анализ поведения водителей страховщики ведут всегда. И даже могут сказать, что чаще попадают в аварии Александры и Сергеи, Елены и Ольги. Самый аварийный возраст – от 29 до 34 лет. Водительский стаж Владимира Скородумова – 18 лет. Аварийность минимальная. Возраст – 38 лет. Такие показатели позволят получить весомую скидку. А история его вождения, как и всех остальных водителей, будет храниться в единой базе страховых компаний. Оксана Мельничук, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.